Федю я знаю давно, еще был такой на Мытнинской улице Храпков танц-класс. В ревущие 90-е я не танцевал, мы не танцевали с моими ребятами. Просто заходили туда на джем и посмотреть, как происходит обучение танцам. Но не в классах, а на вечеринках. Потому что играли группы, в основном Latin Jazz, там вся наша сальса-мафия была питерская. Ну и немножко свинга тоже. И там я Федю уже тогда видел. Имя его уже тогда было на слуху. И Spitfire, и Sky Jazz Review, и Messer Chaps. И Касса Латина мы очень часто проходили. И Кирилл Ипатов, помню, затаскивал нас сюда на какую-то там сальса-свинг, вечеринку. Просто посидеть там в баре, посмотреть. Мне всегда это нравилось. Я давно занимаюсь диджейством. И профессионально, и в какой-то момент мне наскучило смотреть на людей, которые топчутся просто на месте. И когда ты диджей, очень много лет ты видишь, как люди двигаются на танцполе. Ты следишь не только за настроением, но и вообще, что происходит. Как правило, это такая, как сельди в бочке. Там туфли, 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 плащ, плащ. И все довольно-таки скучно и банально, и мало кто проявляет себя как-то интересным. А тут, когда ты ставишь танцевальную, джазовую танцевальную музыку, и люди начинают двигаться интересно, как надо двигаться под это. Это, конечно, завораживает моментально. Это так здорово, это сразу так заводит всех вокруг народ. И так приятно на это смотреть. К этому времени я уже провел несколько таких вечеринок танцевальных, и все мне говорят, давай-давай, чувак, если ты хочешь играть для танцоров, то сам танцуй. И вот так вот я вписался в эту секту. Что я могу о Феде сказать? В двух словах, коротенько буквально. Наркоман музыкальный, алкоголик, тунеянец, беспредельщик, сальсофашист и свинговый убийца. Беспардонное существо абсолютно. Всех нас подсадил на эту иглу, и с нее очень трудно слезть.